Маргулан Баранбай выложил видеообращение, как и обещал, с призывом поддержать его в организации протестных акций против военного присутствия Российской Федерации на территории Казахстана. Я дублирую его видеообращение на своем канале. Все ссылки на оригинал, на канал Маргулана в Фейсбуке смотрите в описании к видео. Если у вас есть какие-то вопросы или предложения в связи с этим, прошу переходить по этим ссылкам и оставлять все, что вы думаете в виде комментариев, в виде обращений на канале Маргулана, на официальной странице Фейсбука Маргулана. Мне бы не хотелось работать в качестве испорченного телефона. Распространяйте это видео среди своих знакомых на своих страницах в социальных сетях, где только можете. Спасибо за внимание и приятного просмотра. Есть такой позорный факт в нашей истории, в нашей новейшей истории, в истории уже суверенного независимого Казахстана. Это то, что мы входим в число девяти государств, на территории которых размещены российские военные базы. Позорным его делает то, что из этих девяти государств три являются непризнанными образованиями. Это Приднестровье, это Южная Осетия, это Абхазия. Страны на сегодняшний день оккупированные Российской Федерацией. Если называть вещи своими именами. Я привожу официальную статистику, говоря о девяти государствах, и в эту статистику не входят Донецкие, Луганские, так называемые, Народные Республики и аннексированный Крым. Продолжая говорить о девяти официально упомянутых подтвержденных государствах, вот три я назвал, соседство с ними и делает позорным то обстоятельство, что на нашей земле также размещены военные российские базы. Четвертое государство из девяти это Беларусь, которая стоит на грани утраты своего суверенитета, своим вхождением в союзные государства с Россией. И после того, как это случится, Беларусь перестанет существовать на карте мира, как суверенное государство. Это однозначно, это факт. Это за собой повлечет утрату своей национальной валюты. И это совсем не тот случай, что произошло со странами Европы, которые вошли в ЕС, и они утратили свои валюты. Это немцы франки, французы, ой, немцы марки, французы марки и так далее. Здесь все-таки особый случай. Беларусь, входя в союзное государство, лишается своей независимости. Пятое государство это Армения. Стопроцентный вассал Российской Федерации. Шестое государство из девяти это несчастная, окровавленная Сирия, которая находится под бомбежками. И мы видели, что там творят российские военно-космические силы и военнослужащие с мирными сирийскими гражданами. Таких видео полно в интернете. И остаются еще три страны, которые составляют эту девятку. Это Таджикистан, где дислоцированы российские военные части, в том числе и российская мотостроковая дивизия, которая своим размещением в Таджикистане считает цель противостоять проникновению талибов на территорию Средней Азии. Тех самых талибов, с кем у России вполне сложились дружеские отношения. Кому Россия продолжает оказывать военную и финансовую помощь. Не дали, как в том году делегация талибов, руководство их посетило Москву, где встречалось с руководством Российской Федерации, с руководством ее вооруженных сил. Тех самых талибов, которые и созданы были, и обрели военную мощь, благодаря, пусть и косвенно, но Советскому Союзу. Но давайте Советский Союз называть Россией, раз уже Россия выступает ее правоприемницей. И все, что было в советское время, относит на свой счет, успехи прежде всего, то, давайте говорить, что СССР это Россия. Так вот, Советская Россия, когда позорно бежала с Афганистана, побросав там свой пленных и горы вооружения техники, все это попало потом в руки талибов, что дало им возможность развязать уже широкомасштабную войну на территории Афганистана, которая продолжает тлеть по сей день, и значительная часть территории Афганистана находится под их контролем. Так вот, якобы защищая тех самых талибов, с кем дружеские связи у России, Россия разместила в Таджикистане свой вооруженский контингент и продолжает его держать там. Восьмая страна это Казахстан, где есть российские военные базы. И девятая уже предметно перешли к нам. Девятая страна это Казахстан. На нашей территории дислоцированы ряд российских воинских частей, которые размещены на военных полигонах Сар-Шагане, узле Балхаш-9. Также на нашей территории расположен полк военной авиации Российской Федерации, межвидовый военный полигон, военно-испытательный центр российской военной авиации имени Чкалова и космодром Бартанов, который номинально является центром запуска космических ракет, а по сути это является еще одним воинским контингентом, размещен на нашей территории. Так вот, завтра, посезавтра, 3-4 декабря я намерен пойти в Акимат города Алматы и подать соответствующим образом оформленную заявку на проведение митинга в городе Алматы. Если митинг не будет разрешен, то одиночного пикета, но прежде всего митинга, будем стараться провести именно митинг, целью которого будет выражение протеста размещению на нашей территории российских военных испытательных полигонов, а именно мы намерены добиться запрета испытания межконтинентальных и баллистических ракет Российской Федерации на территории Казахстана. Боюсь, что Акимат города Алматы не удовлетворит эту заявку. Не знаю, на что они будут ссылаться, на договор или в рамках ОДКБ, либо будут находить какие-то другие причины. В общем, всю эту переписку с Акиматом, нашу заявку, ответ на нее с Акимата, мы будем размещать в социальных сетях и оповещать всеми доступными нам способами, выделяя там фамилии этих должностных ответственных лиц Акимата. И после того, как нам откажут раз, два, три, мы уже, нам ничего не останется, мы вынуждены будем перейти к незаконным тогда способам, формам протеста, к несанкционированным митингам, к несанкционированным одиночным пикетам. Исчерпав законные способы, мы перейдем к незаконным, у нас не будет другого выхода. Мы намерены добиваться закрытия российских военных полигонов, добиваться запрета на испытания ракет на нашей территории. В идеале мы бы хотели добиться и запрета на запуск российских ракет, которые летают на токсичном топливе, на гептиле. Но это, наверное, совсем уж большая цель, и вряд ли мы ее сможем добиться. Все-таки космос это дело, наверное, нужное. Но ракет, летающих на гептиле, мы должны запретить, они не должны летать. Эти допотопные вот это рухлядь, Фау-2, потомки этих немецких ракет. Хватит, наверное, пусть они запускают с космодрома восточный, не надо засорять нашу землю. Ну а военные баллистические ракеты, Тополь, Искандер, Калибр и прочие другие, мы намерены добиться запрета на их испытания в Казахстане. Мы считаем, что на территории нашей республики могут испытываться вооружения, ракеты только казахстанских вооруженных сил, никаких других. Сейчас это российские, заглядывая наперед в будущее, никаких других иностранных ракет на нашей территории испытываться не должно. Прошу алматинцев, казахстанцев поддержать наше начинание, поучаствовать в этих митингах, если они будут разрешены. Если не будут разрешены, ну что ж, уже каждый сам будет смотреть. Понятно, что мы будем подвергаться давлению, прессингу, каким-то санкциям, но дело, о котором мы говорим, оно все-таки касается не только меня, не только казахов, не только казахских националистов, оно касается всех казахстанцев, потому что ни гептил, ни яды российских ракет, которые у нас испытываются, они не выбирают ведь казахты, или русские, украинец, или татарин, или узбеки, или угоры, или дунганин, они одинаково бьют по всем нам. Мы страна, пережившая несколько сотен ядерных взрывов на нашей территории, на которой размещалось три ядерных полигона, бактериологический полигон. По сей день продолжаем испытывать испытания ракет на нашей территории. Пора бы уже этому сказать стоп. Россия, было бы понятно, если бы, будучи нашим союзником, и обладая более развитой системой противоракетной, противовоздушной обороны, не имела возможности испытывать его у себя в силу маленькой территории, но Россия больше, чем мы. Один ее только субъект Российской Федерации, Якутия, больше, чем мы. Она обладает гигантскими территориями, незаселенными. Пожалуйста, пусть испытывает ее право, пусть хоть заиспытывается на своей территории, но на нашей уже хватит. Хватит травить нас. Мы должны позор этот остановить. Мы входим в 9 стран, на виду с этими Приднестровьем, Осетией, Сирией, Абхазией. Осталось еще присорокупить туда ДНР, ЛНР, Крым, и что будет. С одной стороны, это и свидетельствует о степени нашей независимости, является наглядной иллюстрацией того, насколько мы являемся по сей день колонией России, на сей день продолжаем плыть в фарватере ее политическом, экономическом, и суверенитет наш, как бы мы ни кичились, к великому моему сожалению на сегодняшний день, в полной мере мы им не обладаем. Это показатели степени инфильтрованности российского влияния российских агентов на нашу политику. Это является и количеством показателей ваты в Казахстане, и много-много чего. О чем мы говорим. Поэтому давайте увидимся на митинге. Я делал обращение к нашим политическим партиям, политическим активистам, политическим и общественным движениям, которые претендуют стать полноценно политическими и преобразоваться в партии. Никто из них не поддержал этого начинания, но это и показывает, кто они на самом деле, что они пророссийские, что это российские консервы. С одной стороны, хорошо, вот такой тест на обшивость показывает, кто они, с какого корыта они кормятся. Но мы должны делать свое дело, невзирая на трудности, невзирая на сложности, на возможные какие-то репрессии. Мы должны выступать против и сказать твердое, категорическое нет испытаниям российских ракет на территории Казахстана. Прошу вашей поддержки. Я не боюсь выступить, я один, но глаз одинокого человека в пустыне, он имеет мало шансов быть услышанным. Если нас будет много, соответственно, и шансов у нас будет больше остановить эти испытания. Только поэтому прошу поддержки, только поэтому.